Ку-ку, дорогие друзья! Пока за окном идет дождь, погода так себе, я предлагаю сейчас заварить чашечку чая или кофе, или может быть что-нибудь, не знаю, прохладительное взять, если у вас нет дождя, и посмотреть новый ролик по игрушке 60 секунд. Так, ребятки, давайте вспоминать, на чем мы там с вами остановились. В общем, как обычно, нас никто не спас, и я предлагаю снова вернуться в вариант Апокалипсис в Малыша. Мне кажется, что нам еще с вами рановато толстяка. Испытыватель и Царь-бомбу, а вот Малыш, это как раз про нас. Давайте сейчас посмотрим, что мы успеем с вами собрать, какие у нас сейчас будут приключения, и сколько мы сможем выжить на этот раз. Так, давайте смотреть, где у нас, что находится. Так, быстренько, друзья, быстро-быстро-быстро смотрим. Здесь у нас особо ничего полезного. Там вода, ружье. Я хочу обязательно взять аптечку, я хочу обязательно взять радио. Детишки. Так, вот у нас мелкая, давайте возле нее встанем, вон мамка. Так, где у нас аптечка, я так и не увидела. Взяли, бери суп, беги. Слушай, только давай, бросил. Давайте книжку бойскаута обязательно возьмем. Мелкого берем. Мелкий, иди сюда. Шахматы влезли. Так, жену берем. Суп обязательно. Жена. Жена, иди сюда. Нам еще влезет противогаз. Хорошо, что нам еще на улицу не надо бежать. Бежать, бежать. Так, друзья, 30 секунд у нас еще. Давайте постараемся найти вон радио. Обязательно радио. Так, ломай, круши. Плевать. У нас воды, кстати, очень мало. Чемодан, чемодан. Чемодан у нас вообще, конечно, нужен, но я боюсь, что мы не успеем. Бросай, давай же ты, дурное создание. Ой, ребята, я уже нервничаю. Не взяли мы, получается, аптечку. Воду хватай и убегаем. Успеем, друзья, успеем. Все, прыгай. Не все мы успели взять. К сожалению, не все взяли. Ну, ладно. Тогда нам придется с первого же дня делать какие-то вылазки, друзья. Спасибо, что вы мне показываете аптечку, которую я не смогла взять. Эх. Вот так всегда. День первый, друзья. Так, что у нас есть? В принципе, ну, неплохо у нас такие. А, карты у нас есть. Слушайте, ружье. Значит, в принципе, из того, что я хотела взять, это, конечно, карта. Патронов у нас тоже нет. Топорика у нас нет. Книжка бойскаута зато есть. Есть радио. Чемоданчик. Ладно, давайте смотреть. Все добрались до убежища за секунду до взрыва. Мы еле успели. Главное, что мы все вместе и мы живы. Не забывайте. Суп в баночках очень полезен для здоровья. Значит, смотрите, у нас тут, оказывается, мы смутно припоминаем, что когда-то приносили какие-то вещи в убежище. Поэтому в доме, потому что в доме для них не хватало места. Оказывается, залаберность может быть полезной. У нас тут был чемодан, суп и водичка. Так, как хорошо, что мы его не распаковали после отъезда. У нас еще есть ружье и есть карты. Наши полки полны банок с супом. Но это мы и так все знаем. Так, ну в первый же день мы никому ничего раздавать не будем. Давайте-ка сейчас посмотрим, что у нас с запасами. Я бы на день четвертый, наверное, отправила бы Тиме. Значит, еды 8, воды 7. Хорошо. Значит, они все себя отлично чувствуют. Тяжело не волноваться в такой ситуации. Иногда нам очень трудно привыкнуть к мысли, что мы будем жить в таком маленьком мрачном бункере. Несмотря на это, мы стараемся не терять надежды. Слушайте, за окном у меня прям ливень начался. Вот жалко, вы не слышите. Хотя, может быть, вы и слышите. Так, выливая содержимое нашего сакрального ведра, вблизи убежища мы заметили наспех нарисованную карту на одной из стен. Кто-то нарисовал путь и обозначил финиш крестиком. Может, там спрятаны какие-то запасы? Проверим. Ой, ребят, я не знаю. Давайте не будем. По-моему, после этих проверок наши товарищи возвращаются больными. Ничего себе, ребятушки, ливняка. А вы расскажите в комментариях, какая у вас погода за окном. Так, а мы пока проживаем дальше. Мы не собираемся строить из себя охотников за привидениями, только потому, что какой-то ненормальный нарисовал каракули на стене. Этот мир и без того достаточно безумен. Так, без воды, без воды. Похоже, что на поверхности все еще царит радиация. Идти в пустошь на данный момент небезопасно. Если, конечно, вы не хотите заболеть. Я предлагаю... А, мы нашли какие-то странные грибы, растущие на одной из стен. Экономия припасов – дело серьезное. Так что, возможно, было бы неплохо съесть парочку. Не, не надо. Сейчас у нас все заболеют, как обычно. Или с ума сойдут. Мало ли, галлюциногенные грибочки. Так, сейчас надо кого-то у нас отправить. Обезвоживание. Слушайте, сейчас мы дадим всем водички. Мы хоть и голодны, но есть вещи, которые мы никогда не съедим. А, мы хоть и голодны, но есть вещи, которые мы никогда не съедим. Например, грибы, растущие на стенах. Давайте сейчас дадим воды. Потому что я не хочу рисковать. Помните, мы иногда забывали дать им воду. И все. Похоже, на поверхности царит радиация. Хорошо, давайте отправим Тимика. По радио была какая-то болтовня о сбросе припасов и снаряжении от армии. Пора. Как добропорядочные налогоплательщики, мы заслуживаем получить пару-тройку ящиков. Правда? Нам следует сходить и забрать их? Ну, давай. Причем, я надеюсь, мы не потеряем. Пожалуйста, не потеряйте. О, не потеряли. Так. Слушайте, реально... Что мы... Блин. Два супа и две воды. Та коробка оказалась не очень большой, но в ней есть те припасы, которые нам точно пригодятся. Мы были очень рады найти пару бутылок с водой и консервы. Сначала мы подумали, что это мясо, но потом поняли, всего лишь томатный суп. Да, уж, похоже, вся страна оказалась напичкана помидорами. Так, ребятки. Кстати, если вы слышите какие-то шумы, это не мой микрофон, это в игре. Здесь радиация, что ли, так отображается. Так, у них все окей. Ну что, друзья, давайте-ка отличный день, чтобы выйти наружу и немного поразмяться. Давайте Тиме отправим. Дадим ему чемодан. И я подала ему противогаз. Вот. Пусть так пойдет. Я надеюсь, что он вернется с нашим противогазом и с чемоданом. Прям стена за окном, друзья. Я вам честно говорю. Мэри Джей не создает никаких проблем. Впрочем, никакие проблемы также не посещали ее сегодня. Что у вас тут у нас с показателями? Все окей. У наших друзей все в порядке. Нас уверяли, что играть в игры будет весело и забавно. Никто не упомянул, как сложно будет выбрать, по что мы хотим поиграть. У них тут прям такие философские мысли, друзья. Я уже за Тимикой начинаю волноваться. Жажда голод, жажда голод, понятно. Сегодня мы поиграли в прятки в течение 10 секунд. И то только из-за того, что в бункере на миг погас свет. Без воды Тед умрет. Да нет, не врите. Не, жажда голод. Мы здесь уже достаточно долго и понятия не имеем, что происходит на поверхности. Ах, если бы у нас было радио, мы бы обязательно поймали какое-нибудь экстренное сообщение и узнали хоть что-то. Я предлагаю, в принципе, сейчас использовать радио, потому что, когда там кто-то из них сходит с ума, то они потом просто будут ломать радио. Обезвоживание, голод, понятно. Радио в порядке. Нам удалось поймать сигнал и прослушать экстренное сообщение правительства. И угадайте, что мы услышали? Отличные новости. Большинство радиоактивных осадков уже развеялось. Теперь вылазки на поверхность будут намного безопаснее. То есть мы зря Тимика заразнее отправили, да? Ну, кто ж знал. Так, ну раз обезвоживание, давайте дадим им водичку. Так. Мы как раз собирались делиться впечатлениями о единственной книге, которую мы все прочитали. Телефонный. Как наш разговор прервал стук в дверь. Как оказалось, это была группа выживших, которые, как и мы, уцелели после взрыва. Им жилось куда хуже, чем нам, и мы, и они умоляли поделиться с нами водой, едой или медикаментами. Так, давайте посмотрим. Ну, может, супчик им дадим. Подождите, а сколько супа? Десять? Десять консерв. Ну, давайте попробуем. Может, они нам что-то взамен дадут. Надеюсь, нас тут не поубивают. О, точно, нам карту дали, друзья. Супер. Мы никогда не видели, чтобы кто-то так был растроган такими простыми подарками. Через минуту эти бедные люди обнимали нас, как в последний раз, и благодарили за наш поступок. Так, дали они нам карту. Очень голодна. Голод? Да нет, голод, голод, ружье. Пока что у них голод. Так, припасы мы пока не раздаем. Ну, почему бы нам не покинуть это место и не прогуляться на поверхности, как раньше? Запах дыма, загрязнения. Ах, это же тот запах свободы, которого нам так не хватает. Не, ребят, сидите дома. Тимми. Блин, ребят, походу мы его потеряли. Голод, голод, голод. Нет, пока что мы и сами о себе позаботимся. Надеюсь, что он сейчас может вернется. В нашем убежище становится все тяжелее и тяжелее дышать последние несколько часов. У нас есть подозрение, что что-то не так с вентиляцией. Может, там что-то застряло? Нам нужно действовать, если мы не хотим задохнуться. Ну, давайте. Надеюсь, книжку бойскауты не порвут. А почему Тед умер? Жажда голодания. А что с ним произошло? Так долго человек не может прожить без пищи? Но не настолько он пал голодной смертью. Мы решили, что неплохо было бы на начало почитать в вентиляционных системах руководство бойскаута. Как-никак множество указаний по починке разных вещей должно быть разделано. Понятно. Слушайте, ну так... А почему он умер? Я же, наверное, просмотрела. Если кто из нас может спасти в этой ситуации, то это может быть только наша власть. Ну, послушайте радио. Тимми вернулся! Блин, и сломал противогаз. Голод, усталость. Обезвоживание. Голод. Блин. Мы связались с ними. Армия уже близкая, и она спасет нас. Все, что нам нужно делать, это сохранять спокойствие. Военный с нагоняющим скуку голосом очень на этом настаивал. Понятно. Так, обезвоживание, обезвоживание. Давайте их покормим еще. Мы приблизились к городскому театру на цыпочках. Так, что ты принес? Три воды. Две еды. Но мы потеряли... А, он потерял и чемодан, и... Блин. Хорошо. Давайте, раз их меньше стало. А у нас припасов полно. Мы думали, что телефоны отошли в прошлое после того, как ядерный взрыв разрушил наш город. Но телефонная будка через дорогу чудом уцелела, и кажется, в эту минуту там звонит звонок. Не, не надо пока брать. Там, по-моему, будет просто пасхалка, отсылка к этот, назад в будущее, но... Голод, голод, голод усталость. Ну ты пока, товарищ, отдыхай. Мэри Джейн очень голодна, Тимми должен что-нибудь съесть. Как-то у них, знаете, так пессимистично все. Мы не уверены в том, что ситуация сейчас на поверхности идти в экспедицию. Немного припасов. Нет. Пока давайте не будем идти. Для того, чтобы мир превратился в жестокую безжизненную пустошь, практически каждый житель этого города был нашим другом. А, до того. Включая старика Джима, который часто волочился по нашей улице. Как раз мы хотели его навестить, и он дал нам свой адрес. Спарк. Какой шутник этот старик Джим. Как оказалось, он пережил взрыв. И знаем мы это потому, что сейчас он стучит в нашу дверь и спрашивает, не нужен ли нам камень. Нет, спасибо. Нам камень точно не нужен. До свидания, уважаемые. Так, ребята. Голод, голод, усталость. Понятно. Давайте, кстати, сразу крестик поставим. Советовали поставить крестик за головой моей Мэри Джейн. Вот где-то здесь. Ну давайте вот здесь поставим. Так, надо остерегаться торговых агентов. Они слишком часто пытаются впарить какой-то ненужный хлам. Например, камень. Мы стремимся делать осознанные необходимые покупки. Так, ну, можно, конечно, их покормить. Давайте покормим, потому что я так понимаю, что если мы их будем плохо кормить, они у нас умрут. Так, состояние пустоши все еще неизвестно для нас. Может быть, рискнуть выйти наружу? Живешь ведь только один раз. Давайте Мэри Джейн отправим. Наша горячая любимая радиостанция, увы, прекращает вещание. Мы попытались поймать другой сигнал, но безуспешно. Неужели других станций больше нет? Возможно, мы должны продемонстрировать... А, подремонтировать наше радио, чтобы оно могло ловить более длинный сигнал? Давайте не будем. Я знаю, как вы его отремонтируете. Вы же вы сломаетесь, скорее всего. Так, жажда голод, жажда голод, жажда голод, усталость. Ясненько. Уверены, что это всего лишь технические неполадки. Все будет в порядке. Ну что, кто у нас пойдет? Ты у нас пойдешь, Мэри Джейн. Мы настроены довольно позитивно на сегодняшнюю экспедицию. Осталось только выбрать подходящего человека. Так, я вот думаю, может, ей ничего тогда не давать. Потому что, если придут какие-нибудь рейдеры или еще кто-то... Так, ну что, Тимик, безвоживание, безвоживание. Мэри Джейн вышла наружу. Давайте надеяться, что она скоро вернется. Безвоживание. Ну, попить водички. Да? То я могу просмотреть. Ах, сидеть в безопасности под землей, конечно, замечательно. Но это не значит, что мы хотим, не хотим выйти на прогулку. Ой, ребята. Плохое у меня какое-то подозрение. Что ты мне скажешь? Долорес в порядке? Тимик просто устал. Тем не менее, гораздо лучше быть живым здесь, внизу, чем мертвым там, на поверхности. Хорошо. Когда Тимик вернулся... Блин, он выглядел нормально. Но, как оказалось, поцарапал себе руку каким-то куском ржавого металла. Нам нужно обработать рану. Прости, Тимик. Я ничем тебе помочь не могу. О, походу, двинул, да, головой? Болеет. Так, лучшее лекарство от всех болезней сжать зубы и потерпеть. Наша бабушка всегда так говорила. Конечно, она уже давно умерла после того, как в возрасте 25 лет ее укусила ядовитая лягушка. Ага, но Тимик у нас отдохнул. Значит, у них сейчас все в порядке, только Тимик болеет. Так, пришло время послушать радио. Ну, послушайте, только не сломайте его, я вас очень прошу. Только Долорес пусть не заболеет, я надеюсь. Жажда голод болеет, жажда голод. Радио хоть в порядке. Тимик должен что-нибудь съесть. Тимик немного не надо, но вот воды не помешает. Хотя давайте, если у нас их останется так мало. Так, стопочки. Всем суп дали? Воду всем дали. Мы думаем, что радиоактивного взрыва будет достаточно, чтобы погасить любые ссоры. Как оказалось, нет. Особенно, когда вместо светлого будущего видишь голые стены. Да, у них уже тоже крыша начинает тихонько ехать. Хорошо, что хоть Долорес еще не заболела. Ой, я надеюсь, что Мэри Джейн вернется. Мы перестали ссориться, но надолго ли? Мы уже обсудили все, что можно было, и никто больше не хочет разговаривать. Но послушайте радио. Только не сломайте. В крайнем случае, можно его починить, конечно, всегда. Истощение? Болеет? Слушайте, а что это у нее истощение? Давайте еще покормим. Ах, как же нам повезло, что мы взяли радио. Мы можем послушать немного музыки. Они же все еще вещают музыку. Давайте еще еды дадим. Еды, воды. Пора очистить ботинки и поднимать флаг. По радио 5 вещают военные. Они просят подготовить фонарик, к которому мы будем давать сигналы военному самолету. Ну, друзья, фонарика у нас нету. Зато вернулась Мэри Джейн. О-о-о-о. А что ты принесла? Ты спрят насекомых? Спасибо. Вот, усталость истощения, истощение. Придется подождать сигналы. Мы вообще, когда они в последний раз проверяли, сколько стоят батарейки для фонарика. Да еще во время финансового кризиса. И особенно, если уже не существует никаких финансов. Она принесла суп, воду, средства от насекомых. Давайте, надо их напоить, накормить. Мы не думали, что нам позвонят. Нет, мы выходить не будем. Раз у них истощение пошло. Истощение, голод, усталость, истощение, болеет истощение. И нам пока никто не может выходить. Мэри Джейн очень голодна. У нас ни аптечки нет. Ну, нам... Стоп. А что, мы можем Тимми, да, отправить? Давайте Тимми отправим, что ли? Мы сидели и наслаждались неповторимыми радиоактивными видами. Как вдруг заметили женщину в потрепанном камуфляжной одежде. У нее было устрашающего вида ружье, но она окликнула нас вполне дружественно. Женщина сказала, что охотится за громадным пауком-мутантом. У нас нет амуниции. Прости, пожалуйста. Надеюсь, Тимми вернется. Что у тебя истощение? Голод, усталость, истощение, болеет истощение. Конечно, это зверство отправлять мальчика, но все же. Эта женщина говорит, что охотится в основном для добывания пищи. Похоже, что она дикий варвар. После тщательной подготовки... Так, ну что, Тимми, возьми-ка ты, наверное... Стоп. Давайте поменяем. Вот пусть сюда сходит. Вот сюда давайте отправим его. Если он, конечно, вернется. Радио... Ну, пусть идет с пустыми руками. У нас нет выхода. 25-й день. Что ты мне скажешь, родная? Жажда, голод, усталость, истощение. Жажда истощения. Чудненько. Мэри Джейна очень голодна. Все должны пить. Ну, хорошо, попейте, поешьте. Все равно девать некуда. Когда кто-то постучался, мы все... Ага, мы... Насторожили... Мы все насторожились, но потом быстро поняли, что за дверью стоит группа пожилых милых дам, которые спокойненько попивали чаек, когда произошел взрыв. Мы подумали, что разговаривать через дверь было бы невежливо, и открыли им. Когда они за... Тогда они заатаковали нас своими тростями, зонтиками, кто знает чем еще. Давайте ружьем. Че уж там. Это вообще-то... У нас, кстати, достижение какое-то открылось. Истощение. Сломанное ружье. Блин. Голод, усталость. То есть мы, в принципе, уже защищаться не сможем. Пару выстрелов было достаточно, чтобы обратить этих трусов в бегство. Поесть. Ну, подождите. Ты же у нас истощение... Ты просто голодна. Пусть только Тимми вернется. Трудно не унывать в такой ситуации. Знаете, это, по-моему, игрушка, которая вгоняет просто в депрессию. Прямо такую жесткую депрессию. Истощение, усталость, истощение. Очень легко впасть в депрессию, когда живешь вот так под землей. Ну, что я вам говорила. У нас на пороге стоит человек, и он хочет с нами подружиться, по крайней мере, по его словам. Он выглядит безобидно, несмотря на дополнительную пару рук, которые у него появились в результате мутации. Он уверил нас, что это не заразно и попросил о помощи. Если мы поделимся с ним и его людьми и запасами, они отблагодарят нас, помогут защититься, если на нас нападут бандиты. Давайте, что мы можем дать? 6,75, 7,75. Давайте ему консервы дадим. Я надеюсь, нас сейчас не ограбят. Может, что-то полезное дадут. Не, не ограбили? Жажда, усталость, истощение, жажда истощения. То ли из-за жалости к этому человеку, то ли из-за страха перед бандитами. Но, в конце концов, мы согласились на его условия. Нам будет спокойнее, зная, что кто-то там снаружи нас оберегает. Особенно, если у этого кого-то так много рук. Давайте вот так сделаем. Мы все время были заняты с тех пор, как попали в это убежище, но нам еще многое предстоит сделать. Я так понимаю, что Тиме все. Тиме мы потеряли. Истощение, усталость, истощение. Так, может быть, переезд является не такой же плохой идеей. Печалька. Сегодня мы немного испугались, когда ни с того ни с сего, наша карта свалилась со стены. Может, в нашем убежище завелся барабашка? На место, где прежде была карта, мы увидели что-то вроде сейфа. Мы не припоминаем, откуда он там мог взяться. Время у нас с навалом. Попробуем сломать сейф. Ой, ребят, я не хочу. Там паука это зараза будет. Давайте трогать не будем сейф. Тиме вернулся. Да ладно. Тиме, а ты мог что-то... А, фонарик. Усталость, истощение. Давайте им всем дадим еду, воду. Сюда давайте будем в следующий раз их отправлять. Хотя, мы ни в коем случае не намерены экспериментировать с этим сейфом. Если это и вправду какое-то привидение, начнет нас преследовать, если мы откроем. Так, Тиме принес фонарик. И все. Ну, давайте всем раздадим припасы. Так, и пока мы никого отправлять не можем. Куда подевались все мечи? Нам реально скучно и срочно нужно чем-то себя занять. Поиграйте в шашки. Радио вам еще может понадобиться? Ооо, мы же поиграли. Сумасшествие, усталость. Голод болеет, усталость. Хотя можно сюда отправить. Вот сюда давай. Давайте сюда. Или нет, вот сюда. Короче, пусть там стоит. Мэри Джей... Мэри Джей никогда не любила настольные игры. Не странно, что от шашек у нее чуть не поехала крыша. Да, друзья, у меня какие-то плохие, знаете, предчувствия уже. Голод болеет, усталость. Давайте, может, еще мальчика покормим. Похоже, снаружи нет, пока мы никого не можем отправлять. Нам опять удалось поймать по радиосообщение. На этот раз они просят выйти с фонариком. Ну, давайте. Раз фонарик принес Тимми, пусть нам что-то это даст. Так, пока все. Истощение. Сумасшествие, усталость. Голод болеет, понятно. Все было нормально, и вдруг ни с того ни с сего наш фонарик перестал работать. К счастью, нам удалось его отремонтировать до того, как мы услышали отдаленный гул самолета. Мы абсолютно уверены, что пилот нас увидел. Посмотрим, свяжутся ли они с нами. Так, ну у них вроде все в порядке. Дзинь-дзинь. Мы думали, что уже никогда не услышим звук звонящего телефона. Да хватит нам звонить. Мы заняты. Я сомневаюсь, что, конечно, мы сможем в этой серии выжить. Жажда. Жажда голод. Сколько у нас еды? 5,25. 6,5 бутылок. У нас еще есть вода. Мэри Джейн спрашивает об этом с самого утра. Воду раздать. Ну, давайте. Все равно им скоро конец придет. Правлять пока никого не можем. Мы действительно скучаем по прежней жизни. Пространство, чистое небо и вкусная еда. Да ладно вам. Томатный суп тоже вкусный. Кто у нас заболел? Истощение. Сумасшествие, усталость, истощение. Год болеет, усталость, истощение. Понятно. Что посеем сегодня, пожнем завтра. Так что давайте сеять правильно. На поверхность пока никого. Так, чего же мы никак не ожидали услышать, сидя в бункере? Так это как кто-то играет на трубе. Было слышно, что играет не профессионал, а скорее человек, который никогда в жизни не слышал духовой музыки. Товарищ этого музыканта стучал в нашу дверь и требовал впустить славных товарищей, чтобы они могли ограбить богатых и отдать бедным. Конечно нет. Знаете, куда вам указать? Кто еще у нас заболел? Сумасшествие, усталость, истощение. Голод болеет. Далорес, только истощение. Ну хорошо. Мы решили не открывать этим странным людям и держали дверь закрытой, пока голоса не утихли. Хорошо. Но поверхность пока никого. Как и у каждой семьи, у нас бывают незначительные ссоры, но такой сильной, как этой, еще не было никогда. Они еще и поругались. Папку, конечно, жалко, но он слишком быстро умер. Жажда, сумасшествие, истощение. Жажда. Давайте напоить их нужно. Умирает от жажды. То она отдохнула. Так, напоить. Похоже, снаружи достаточно тихо. Если бы кто-то нам сказал, что в своей жизни, что мы увидим танцующего таракана, мы бы не поверили. Огромные рано или поздно подсадки нас. Давайте книжкой его придавим, потому что с тараканами мы уже с вами сталкивались. Я думаю, что можно было бы Мэри Джейн все-таки отправить. Голод, сумасшествие, истощение. Голод, болеет, усталость. Так, мы еле справились. Еще пара-тройка этих свечащих сейчас жуков, и мы бы ушли в пустоши. Давайте покормим и отправим Мэри Джейн. Хорошо. Черт, этот наш противогаз совсем никудышный. О, попробуем его подремонтировать. Вот я бы Мэри Джейн в противогазе отправила, если такая будет возможность. О, боже. Сумасшествие, истощение. Голод, болеет, истощение. Истощение. Выглядит как новенький. Интересно, что инструкцию по починке противогаза можно найти в руководстве бойскаута? Мне уже у нас совсем... А, подождите, голод? Не, кормить никого не надо. Хорошо. Ты у нас иди, родная, и иди в противогазе. Так, я надеюсь, что ты вернешься. И мы все делаем правильно. Так, жажда истощения, жажда болеет. Мэри Джейн вышла наружу. Давайте надеемся, что она скоро вернет... Снаряжение? А, вернется. Снаряжение она взяла у нас... Самое. Никто не ожидает, что апокалипсис будет мирным и спокойным, так как, ну, вы знаете, большинство людей нет в живых. Тем не менее, кто-то к нам пришел. Гидрочип? Не, 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 не. Я знаю, что если вот с этим гидрочипом ему отдаешь воду... А он, получается, нам вообще ничего взамен не даст. Обезвоживание, обезвоживание. Понятно. Мы объяснили, что, к сожалению, не знаем, что такое гидрочип. Воду давайте раздавать. Парочка игр может отвлечь нас от насущных проблем. Игры хорошо влияют на всех. Так, почему бы не играть в них постоянно? Да, я с вами абсолютно согласна, товарищи. Истощение. Голод болеет истощением. Сегодня мы решили поиграть в игру «Я шпион». И это было достаточно весело первые три минуты. Давайте мальчика, может, покормим. По радио 5 было сообщение от военных. Мы думали, что они наконец решили нас эвакуировать. Но им нужна наша помощь. Просят срубить пару-тройку деревьев. Блин, а у нас нет топора. Все, у нас получается... Да ладно. Вернулась. Слушайте, ну с аптечкой. Голод, сумасшествие, усталость, истощение. Блин, давайте Тиме выздоровеем. Вылечим. Она воду, получается, принесла. 4, 6, 5. Супер, друзья. Мы не лесорубы, мы не собираемся рубить деревья. Так, воду, аптечку. Но противогаз она сломала, конечно. Давайте Тиме вылечим. Что у нас по показателям? Истощение. Голос, сумасшествие, усталость. Болеет истощение. Так, ну хорошо, друзья. Давайте так сделаем. Мы не думали, что нам позвонят. Да хватит нам звонить. Если Тиме у нас сейчас выздоровеет, мы могли бы его отправить на поиски. Ооо, жажда, сумасшествие. Они все с ума сошли, друзья. Ооо, боже. Так, что у нас тут? Жажда, голод, жажда. Ну, ребят, пока будем без еды и без воды. Можно Тиме, конечно, в плохом состоянии для прогулки. Ситуация на поверхности рискованна. Ну, хорошо. Мы все время заняты. Хотя давайте уже Тиме отправим. Ну, что нам делать? Мы все время были заняты с тех пор, как попали в это убежище. Боже, я на них смотрю. Они прям пугают. Своим поведением. Обезвоживание, голодание, обезвоживание, голодание. Давайте раздадим сейчас припасы. И Тиме пусть принесет новые. После тщательной подготовки Тиме пойдет у нас. Причем он пойдет у нас... Во-первых, надо точку выбрать. Давайте вот сюда, допустим, пойдет. Ооо, с чем же ты у нас пойдешь? Да ни с чем ты у нас не пойдешь. С пустыми руками пойдешь. День 45, друзья. Так. Сумасшествие, истощение. Голод, сумасшествие, усталость, истощение. Супер. Тиме вышел. Ночью мы услышали какие-то подозрительные звуки на улице. Когда утром мы выглянули, увидели кожаный чемодан. Не-не-не-не-не. Я помню, что там был какой-то вариант, что кожаный чемодан взрывоопасное вещество содержит. Сумасшествие, истощение. Голод, сумасшествие, усталость. Понятно. Все очень просто. Если мы не знаем, откуда что-то взялось, то не можем этому доверять. Парочка игр может отвлечь. Смотрите, ну у них есть карта, у них есть радио, у них есть шашки. Так, что вы мне скажете? Жажда, сумасшествие, истощение. Голод, жажда, жажда. Понятно. Мы играли в правда или действие? Как выясняется, наиболее распространенный вопрос. Собираемся ли мы что-то есть, кроме томатного супа? О-о-о. Мэри Джейн по-настоящему шокировала. Пока никто не видела, она полезла в наши запасы. Ну, короче, съела банку супа. Ах ты, маленькая зараза. Жажда, голод, жажда. Хорошо. Пока ничего не будем с ней делать. Наше убежище посетил незнакомец. Он сказал, что когда-то работал бухгалтером. Сейчас стал торговцем и азартным игроком. Играть с ним в карты, где бутылки воды. Нет, нам карты нужны. Если придут военные, насколько я знаю, но я уже сомневаюсь, что они к нам придут. Обезвоживание, голод. Давайте накормим их, напоим. У нас нет другого выбора. Нет ничего более странного, чем стук в наше бомбоубежище. Кто же может быть? Рискнем и откроем. Звучит заманчиво. Ну, давайте уже откроем. Но это вряд ли военные. Наверное, рейдеры. О, ребятки, нас ограбили. О, сумасшествие, истощение. Голод сумасшествия. Тимми, конечно же, может прокраситься, как секретный агент, но это может быть недостаточно, чтобы избежать группы мародеров. Скорее всего, он не вернется. А, подождите, нас не ограбили? Нет? Мы открыли люк, но там никого не оказалось. Эти гадкие прикольщики подшучивают даже во время апокалипсиса. Нет, у нас очень плохо с продуктами. Как насчет того озера, на которое мы ездили последние несколько лет? Долорес нельзя отправлять, потому что если Долорес уйдет, по-моему, девочка тоже уходит автоматом. Сумасшествие, истощение, голод, сумасшествие, усталость. Так, надеемся, вскоре настанет время, когда мы сможем покинуть это место. Что? Нас разбудил запах чего-то горелого. Долорес трудилась над карточным домиком. Когда мы спросили, зачем она смотрела на пламя, она подожгла карты. Вы что, шутите? От нашей аптечки никакого толку. Вряд ли она послужит в аптеке, поэтому нужно взять дело в свои руки. Давайте сделаем аптечку. В любом случае, кто-то может заболеть. А насекомых мы книжкой можем. Жажда, голод, сумасшествие, усталость, истощение. Жажда, сумасшествие. Только аптечка не может нам помочь. От их вот этого недуга. Посмотрим. Жажда, голод, жажда. Хорошо. Пошли дальше. Мы получили очередное сообщение. Блин, похоже, у армии другие планы. Выйти в парк и срубить как можно больше деревьев. Ну нет у нас топорика, мы не успели его взять. Так что нас бросят здесь? Обезвоживание. Обезвоживание, голод. Хорошо. Водичку пока дадим. Мы не думали, что нас позвонят. Ну хватит нам звонить уже. Слушайте, 53-й день. Сумасшествие, истощение, голос, сумасшествие. Понятно. Мэри Джейн очень голодная, ведет себя непредсказуемо. На поверхность пока нельзя. Сегодня нас навестил так. Он предлагает за радио, за ружье. Ага, мы только фонарик можем. Не. Нас не устраивает такой расклад. Фонарик отдавать глупо будет. Что вы мне скажете? Голод, сумасшествие, усталость. Сумасшествие, истощение. Нужно было отказать женщине из-за ее заразительного веселья, но все же мы это сделали. Так. Наше терпение на исходе. Мы думали, неплохой идея будет выглядеть наружу, посмотреть, что там происходит. Мы уже собирались выходить, но вдруг в темноте мелькнулись звериные глаза. Ну я знаю, это блинчик сейчас, наверное, придет. А? Что я говорила? Нам еще суп ему помо... Оооо! Жажда, голод, болеет, сумасшествие, усталость, истощение. Жажда, голод, сумасшествие. Слушайте, давайте-ка... Давайте... Вот так сделаем. Ну, прости, Мэри Джейн. Ты уже совсем того. Если бы кто-то сказал, что в своей жизни мы увидим танцующего таракана, мы его сейчас будем бить книжкой скаута. Может, Мэри Джейн у нас подольше продержится? А, все, друзья, мы бы даже не успели. Сумасшествие, истощение. Она у нас ушла. И наш противогаз непригоден. Ну давайте починим. Долорес, видимо, явно нечего делать. Она у нас починила противогаз. Может, она у нас еще ружье починит? Так, выглядит... Овладелы, тра-та-та. Выйти наружу. Стоп. Тихо. А там, по-моему, сейчас никого все равно нельзя выпускать наружу. Слушайте, ну Долорес, в принципе, жажда сумасшествия. Так, детские каракули на карте. Не-не-не-не-не, она бы ушла. Так, у нас заканчиваются запасы и падает боевой дух. Отчаяние в нашем убиле висит на воздухе. Висит в воздухе. Подалеку убежая уцелевших. Не. Мне кажется, что Долорес просто сейчас уйдет. Все. Я не уверена. Долорес, посмотрите, вполне обезвоживание. Надо водички дать. Много не протянет. Тем более воды у нас полно. Так, мы услышали собачий лай. Ну, давайте дадим ему супчик. Посмотрим, что у нас получится. У нас с этого года останется супа на пару порций совершенно. Запас еды 0,75. Так, сегодня был довольно спокойный день. Блинчик к нам пришел, друзья. Будет угарно, если мы еще блинчика сможем поймать. Принимаем во внимание, что мы живем в изолированном противоядерном убежище. Нас слишком много часто беспокоят непонятные звуки. Смотрите, что там происходит. Не, не надо туда светить. По-моему, там какой-то монстр вылазит. О! День 61. Сумасшествие и истощение. Идти в темный узкий проход, по крайней мере, глупо. Так, армия не прибудет, по крайней мере, пока. Такие новости мы сегодня услышали по радио. В то время они обратились с просьбой ко всем уцелевшим опять срубить деревья. Ну, где я вам этот топор возьму? Блинчик может принести, разве что. И то, не факт. Голод, сумасшествие и истощение. Мы не думали, что позвонят мне. Нам никто толково позвонить не может. 60-30 дней, друзья. Так, обезвоживание. Водичку надо дать. Сей, давай. Зачем нам ружье, которое не стреляет? Ну, давай починю. Я же говорю, сейчас она ружье починит. Может, еще что-то скрафтит. Супер. Называется, Долорес так скучно. Так, Долорес не ела. Понятно. Какой сегодня прекрасный день, как на нас напали. Давайте отстреляем их. Надеюсь, что у нас ружье... Ну, что я вам говорила? Ну, почему надо сразу ломать ружье? Голодание. Так, покормим. Практически уверены. Так, смотрите, рычание. Точно, блинчик с картой надо идти в блинчику. И, по-моему, сейчас его надо вылечить. У нас хотя бы собака будет. Жажда голод сумасшествия и истощения. Так, мудрый турист всегда берет с собой карту. Мы свернули, нашли закрытую машину. Машину. О, суп! Друзья, у нас суп есть! Так, что ты мне скажешь? Жажда голод. Не, пока мы ничего не будем тебе отдавать. Так, мы все время были заняты. Понятно. Блин, ну я так понимаю, что все, мы уже в любом случае выиграть не можем, если там нужен топор. Обезвоживание, голод, сумасшествие. Так. Водичку дадим. Не успели мы подумать, какой сегодня потряс... А, банда проходимцев. Ну, друзья, мы ничего не можем сделать. Конец, да? Нет. Не конец. Голос сумасшествия. Как мы им дали отпор-то? Открыв дверь, мы увидели банду вооруженных до зубов разбойников. Да, наши друзья-мутанты сдержали слово. Все их дополнительные конечности помогли отопрогнать прочь бандитов. Чудесно. Фух, ребята. Точно, не зря мы им помогли. Держать себя в руках очень нелегко. Жалко, что тут нет каких-то еще дополнительных вариантов с военными. Потому что, если, допустим, действительно нет тех или иных вещей, мы изо всех сил пытаемся сохранить спокойствие. Давайте покормим. У нас остался данный Долорес. Так, если бы кто-то нам сказал, что мы увидим танцующего таракана, давайте книжкой его побьем. Бой скаута. День 70-ый. По-моему, мы так долго еще не играли с вами. Нет, наверное, играли, но все же. Так. Так. Боевая готовность. Опять стоят люди, но они не пришли с дружеским визитом. Кровавая расправа. Все. Конец. Блин, друзья, мы даже блинчика не успели поймать. Взять. Я так понимаю, что, наверное, он был бы следующим, вот следующий день. Какой кошмар. Место того, чтобы нас всех убить и ограбить, как мы все ожидали, бандиты просто схватили Долорес, вытащили ее из бункера, кричащую и размахивающую кулаками. Проклятые бандиты. Вы еще об этом пожалеете? Долорес вам покажет. Вы выжили 71 день, друзья. Ну, по чуть-чуть мы с вами начинаем прогрессировать. Вы погибли. Печалька. Так, ребятки, ну что? Вот такая у нас получилась серия по игрушке 60 секунд. Я надеюсь, что вам было интересно смотреть, что вам понравился этот ролик. А если вы хотите больше, обязательно пишите в комментариях и не забывайте ставить лайк. Я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Удачи, добра и хорошего всем настроения. Пока-пока, ребята.